Только в полетах живут самолеты. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники гражданской авиации. В нашей стране его отмечают 9 февраля. Именно в этот день, в 1923 году, приняли решение об организации Совета по гражданской авиации. Появился воздушный флот. Тогда же летом открыли первый внутренний маршрут Москва-Нижний Новгород. Сегодня воздушное судно может доставить пассажиров в любую точку мира с комфортом, а главное безопасно. О тонкостях профессии Георгий Запаров. Самолет из Москвы только что совершил посадку в аэропорту Владикавказ. Пассажиры спускаются по трапу, а у экипажа есть ровно час, чтобы передохнуть и набраться сил перед новым вылетом. За это время наземная служба аэропорта проверяет техническое состояние воздушного судна. Крылья, шасси, турбины – своего рода пит-стоп, шутят работники. За процессом следит выпускник Московского университета гражданской авиации Батрас Амбалов. За 10 минут до прилета он уже на посадочной полосе. Подгоняем спецтехнику, то есть это трапы, это амбулифты, это все погрузочные ленты и все такое. После всей этой процедуры, после посадки пассажиров, делаем все то же самое, аналогично только наоборот. То есть отгоняем все это, отгоняем трапы, вновь обходим самолет, осматриваем на наличие внешних повреждений, после чего я убираю колодки, заземление, выхожу на связь с летчиками, докладываем о состоянии. Прошел час и новая группа пассажиров летит обратно в столицу. Регистрирует на рейс агент организации авиаперевозок Марина Бзыкова. В этом году она отметит 10-летний юбилей работы в аэропорту. В небо Марину тянулась с детства, мечтала быть стюардессой. Признается, каждый раз, когда смотрит на взлетающий самолет, ощущает чувство безграничной свободы. Регистрация, обслуживание пассажиров, мы следим за их ручной кладью, смотрим, какая ручная кладь, помещается в калибратор, не помещается в калибратор. Следом мы идем уже на посадку в самолет. Здесь мы, как вы видите, находимся под трапом, сажаем их. И когда уже у нас посадка заканчивается, по рации мы передаем, что посадка наша окончена, подписываем документы и можем спокойно отгонять трап. Все пассажиры на борту? Все пассажиры на борту, да. Здесь все расписано по минутам. И каждый работник, от грузчика до генерального директора, профессионал с многолетним стажем. В наличии вся необходимая техника. Именно она обеспечивает оперативную и бесперебойную работу всего аэропорта. Аэропорт Владикавказ принимает практически все виды воздушных судов. Пассажиры поднимаются на борт самолета по этому трапу. Здесь дизельный двигатель, мощность 140 лошадиных сил и автоматическая коробка передач. Максимальная высота подъема лестницы 6 метров. Сегодня в аэропорту праздник. День работников гражданской авиации. Но даже в свой день специалисты не меняют распорядок дня. Первым делом по-прежнему самолеты. В этот день мы поздравляем российских пилотов, бурпроводников, сотрудников технических и наземных служб, благодаря которым ежедневно в воздух взлетает тысячи самолетов по всей стране. Коллектив международного аэропорта Владикавказ состоит из высококвалифицированных специалистов, которые ежедневно обеспечивают безопасность и комфортные условия для пассажиров. День работника гражданской авиации отмечают в России девятый раз. Праздник приурочен к образованию 9 февраля 1923 года воздушного флота. Георгий Запаров, Хета Гопоев, Новости Осетии.